15 тысяч тонн. Именно столько было уложено асфальта на сравнительно небольшом участке улицы Верхнепортовой. Дорогу строили начиная с основания. Уложили скальный грунт, несколько слоев щебня разных фракций, слой битума и лишь потом закатали два слоя асфальта. Сверху для защиты щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он включает дополнительные полимерные добавки. Они в принципе небольшие, там на одну тонну идет сюда до 50 килограмм, но они позволяют увеличивать долговечность верхнего слоя. Они выполняют функции износа, защищают. Они более трещиностойкие, то есть на этом покрытии практически не появляется трещин от температурных перепадов. Те дороги, которые мы имеем уже с этим покрытием, вот там Суханово, потом там Маковского, у нас и Партизанский проспект, где мы уже это делали, практически мы там не наблюдаем этих трещин температурных. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке были отремонтированы улицы. Светланская – от улицы Убаревича до остановки ДВГТУ и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта Гайдамак. Василковая – от перекрестка с улицы Снеговая Пать до Рудневского моста. Народный проспект – от Океанского проспекта до Кольца Третий рабочий. Верхнепортовая – от стадиона МГУ до улицы Первая морская. Гоголя – от театра Андеграунд до въезда на Золотой мост. Всеволода Сибирцева – от фуникулера до торгового центра Славянский. Фадеева – на участках от улицы Спортивной до дома номер 1 по улице Фадеева и от дома номер 42 до дома номер 53 по улице Фадеева. Владивосток впервые получил финансирование из федерального бюджета на ремонт дорог. В связи с этим к качеству выполнения работ выдвигаются особые требования. Объекты будет проверять специальная комиссия, в составе которой представители Росавтодора, администрации города и Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края. В преддверии сдачи объектов, исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов, лично проинспектировал ход выполнения работ. «Что понравилось по этой программе у нас, и так нужно нам продолжать делать, в следующем году будем это продолжать делать, у нас должна помимо асфальтирования дорог вестись работа по созданию непрерывной пешеходной связи». Всего отремонтировано около 13 километров дорог. Рабочие не только меняли дорожное полотно, но и устанавливали бортовой камень, тротуарную плитку. Гарантия на каждый объект от 3 до 5 лет. В следующем году Владивосток также будет участвовать в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Какие именно автомагистрали получат вторую жизнь в 2018 году, еще неизвестно. Но понятно, что это будут важные транспортные артерии города. Катерина Матвеева, Даниил Клева, Новости на Восьмом.